Ты вот навес и никого, вот Валерий Газаев, никого на посту по штрафной площадке, чтобы дать этому человеку по крайней мере какое-то сопротивление. Ну здесь, наверное, самая главная причина то, что очень много единоборств было проиграно. И отсюда, естественно, проигрывается единоборство, проигрывается в целом весь матч. И, конечно, так сказать, здесь должен был, наверное, быть где-то опорный полузащитник в этой зоне, в зоне отскоков. И еще одна фланговая ситуация, вновь справа фланга Спарта, вот Юрий Сивидов, и в центре опять в одиночестве совершенно человек. Я должен сказать, что Чехи сразу поняли, где наше слабое место. Слабое наше место игра вверху. И они играли-то, откровенно говоря, очень и очень просто. Они всю игру наваривали мяч сюда в штрафную и боролись здесь за него. И зная, что мы плохо играем головой, практически все мячи выигрывали. Может, не выигрывали их чехи. Вот и опять с правого фланга, и опять высокая подача, о чем говорил Юрий Сивидов. Нет, это тот же момент, который мы увидели. Нет, это другой, но он практически фотокопия. Они одинаково все и будут. Игорь Шалин, скажите нам, что происходит, когда на флангах просто позволяют такие абсолютно одинаковые ситуации создавать оборону? Ну, я думаю, здесь дело тренера перед игрой было. И вот опять потеря, вот я опять к Игорю обращусь. Вот такая небрежная потеря мяча в центре поля. И смотрите, там немного же, немного, пять игроков участвуют в атаке, в принципе. И какой проход, Игорь? Ну, вот эти потери, я думаю, у Спарта, опять же, возвращаясь к тому, что играло просто. Многие команды европейского с хорошего уровня сокращают до минимума риску своих. Это первый абсолютно момент, который создал Спартак в первом тайме. И вот я попрошу коллегу журналиста Сергея Микулика это прокомментировать. Как бы вы об этом написали? Ну, я думаю, что, наверное, стремление к эстетике здесь подвело Титова. Наверное, можно было получить распорядиться мячом и, в частности, не играть головой. Был бы очень красивый гол, если бы только состоялся. Но, видимо, можно было и принять, и обработать, и буквально достреливать в ворот. Игорь, опять-таки, почти такая ситуация, в которой вы часто бывали, наверное, да, играя в ворота. Нет, увы, то есть не увы. Да, это момент, это момент такой игры Спартака. Да, Спартак много касаний, и Робсон бьет поворотом. Ну, я думаю, что здесь не требуется. Вот Спартак, да, резвее начинает, резвее. Вот Сергей Хусаинов, да, было такое ощущение, что вот безродный, в середину, Робсон, что-то. И вот там полумомент у бесчастных. Ну, мы так проговаривали после первого тайма. Ведь по качеству момента Спартака предпочтительнее, по голевым моментам, если бы реализовал. И такая надежа, в общем-то. И тут вот Спарта опять начинает находить эти пространства в центре поля. Да, и смотрите, вот, да, выход один на один. Валерий, это уже такой первый сигнал серьезный. Такой, какой оказалось. И вот, смотрите, как легко уходит по левому фангу чешский игрок. Да, и передача, и один, абсолютно один человек, да. И вот Кинкль, он добивает этот мяч. Вот Игорь, да, или Валерий, даже лучше Валерий. Ну, здесь, наверное, классическая атака, наверняка, не первый раз, так сказать, пользуется такими фланговыми передачами. Потому что мы видели, и в этой игре очень много было и диагональных передач, вот таких, очень быстро менялось направление атаки. Очень много было вертикальных передач, когда нападающие играли. Ну, а здесь сразу передача, посмотрите, какой посев двух нападающих. Подождите, мы в штрафной видим три на три ситуацию. Ну, здесь, во-первых, все в динамике, и, на мой взгляд, так сказать, здесь, вот, посмотрите, свободная защита. Даже более того, четыре на три, то есть четыре спартаковца и три игрока Спарты Праги. Что происходит? Это, конечно, это уже конец матча, это был момент у Ловчева. Игорь, ну, вот, молодой человек, да, только что вышедший после травмы, не готовый вообще-то к такого рода, такого уровня. Игорь, может, такой вашей посевершить? Ну, может, но он здорово делался, здорово открылся, вовремя получил передачу, обработал здорово. И со штыка, с носка пробил, принципиально все делал, ну, немножко не повезло, попал в ногу. Че попади, мог попасть здесь и между ног, он все здорово делал. Вот еще раз, посмотрите. И мяч далеко не отпустил, попади либо между ног, либо в дальний, либо в ближний угол. Потому что среагировать, ну, хотя среагировал, да. Ну, это просто здорово, да. Борьбец от того, что мы видели, все же драматичный. Вот, смотрите, выбивает игрок и уходит, и вот бесчастный Сергей, это вам. Сейчас на память приходит пенальти в отборочном матче национальной сборной на последних минутах, в сословении. И сравнивает тут, конечно, вопросов даже никакой. В 11 метров? В 11 метров. Все согласны, да? Да, абсолютно. И вот, что происходит сразу после. Не дали тебе, да, и забили тебе. Закон футбола. Да, это закон футбола, суровый абсолютно, да. Это съемка, съемка, который играл, между прочим, на фланге, который играл против безродного все время, да. Этот человек забил этот второй гол и тут практически поставил точку в этом матче. 2-0, и ясно, что на 88-й минуте такой счет уже не дает никаких шансов. Ну, Юрий Севидов. Нет, это случайно, конечно. Случайно и абсолютно. Ковтун сыграл в данной ситуации. Смотрите, вот два мяча вроде в целом играл прилично. Ковтун. Да. Так, нет претензий. А два мяча оба виноваты. Первый мяч в позиции неправильный. И здесь, конечно, я даже не знаю, что он хотел сделать. Если бы мяч ему попал в голень, понятно, рикошет. А здесь же он сыграл голеностопом, он хотел его выбить. Видимо, в поле, а выбил сюда. Ну, как не... Да, это ключевое, конечно. Да, вот смотрите, вот еще раз, смотрите. Вот цепляют рукой. Вот видите, раз, вот рот его цепанут. Совершенно верно. Ногой промахнули.